Доброе утро! Покажу наш завтрак. Вот такая вот у нас гренечка с тофу. Тарасик обжарил тофу в кунжуте и фруктики с овощами. Всем приятного аппетита! Всем привет! Всем привет! Сегодня к нам приехала посылка с iHerb. Мы сегодня с вами распакуем вместе. Так, с нами боксюнчик. Посылка такая вот, немаленькая. Ну такая, средняя. Да, средняя. Небольшая, немаленькая. Да, сейчас посмотрим, кто же к нам приехала. Сейчас пойдем. Это что такое? Первая приехала лукума. Вот такой вот органический порошок лукума. Он часто используется в десертах. Можно добавлять смузи, как подсластитель. Поэтому очень вам рекомендую именно такой. Ссылочку оставлю в описании. Я вам открыла, чтобы показать, какой внутри вот такой вот золотистый порошочек. Дальше. Что же приехал? Приехал. Приехал. Максим. Приехал наш любимый соевый соус. И у меня еще бутылка соевого соуса. Это вот такой вот полезный аминосоус с аминокислотами. Называется Аминос. Я вам не раз его рекомендовала. Это полезный заменитель соевого соуса. Я его добавляю в разные соусы. Ну вот он очень вкусный. Заказала две баночки Аминоса. Мы его очень любим. Я часто готовлю сметанку кешью. Добавляю тоже туда аминус. Вам не раз уже говорила. Это полезный заменитель соевого соуса. Очень вкусный. Добавляет такую вот изюминку к соусам. И так даже если с домашними сушами. Да, очень вкусно получается. Так, дальше. Достаковываю. Так, а, это мне принято. Также я заказала еще чеснок. Вот такой вот сухой, сыпучий. Очень удобно в приготовлении. Дает тоже классный аромат. Поэтому я вам очень рекомендую. Оставлю вам ссылочки в описании. Ищите. Тертый такой. Можно добавлять разные соусы. Посыпать разные блюда. Очень вкусный и очень классная фирма. Я эту фирму рекомендую. У меня много добавок из этой фирмы. А как раз из этой фирмы еще приехал перец. Так, сегодня я получила в заказе вот такой вот каенский перчик. Он немножко остренький, но дает очень аромат блюдам. Также он считается полезным. Улучшает циркуляцию крови. В общем, можете прочитать про него. Каенский перчик. Это вот у меня еще есть куркума и корица этой фирмы. Очень вам рекомендую. Перец вот такой. Вот такой вот перчик. Это одинаковый фирм. Да. Еще это что такое? Сода. Да, это сода. Приехала еще сода. Ну и из последнего, что я купила, это сода, которая идет без алюминия. Вы же знаете, что обычная сода, которая в магазине, она в основном идет с алюминием. Поэтому, если вы используете соду, блюдо добавляете, как разрыхлитель, да, для пышности. Лучше покупайте вот такую соферба. Дальше еще один какой-то спрей. Это приехал спрей для роста волос и от выпадения волос. Я вам тоже его всегда рекомендую. Я уже заказываю третью баночку, только у меня большая баночка. Это мне немного денег не хватило. Я заказала немножко поменьше. Но без него я уже никуда. Часто я заказываю такое вот средство от выпадения волос. Оно идет и для роста волос. В этот раз я заказала баночку поменьше, так как у меня не хватило средств купить побольше. Вот у меня еще побольше. Тут немножко осталось. Если только заканчивается, я покупаю новое. Мне очень нравится. Попробуйте от выпадения волос. Очень рекомендую. И последнее. Тоже приехала. Так, как хорошо употребляет. Это авокадо, это масло. Да, приехала. Вот такое вот авокадо масло. Очень классное. Ну и масло авокадо. О нем долго можно рассказывать. Вы сами знаете, что оно считается очень полезным. Я его тоже иногда заказываю. На iHerb оно все-таки дешевле, чем в магазинах. И по качеству вот можно выбрать очень хорошее. Именно этой фирмы я вам тоже рекомендую. Ну все, кому понравилась наша распаковка, ставьте лайки. Лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Сделаем вот этот рядочек с семечками. А это просто надрезы, да? Да. Вообще у нас сегодня много дел. Еще хочу овощи запечь. Тоже оно. В общем, мы то бездельничаем, ходим гуляем, то в один день у нас много дел. Вот такой вот будет у нас аппетитный хлебушек. Кто знает, у меня на канале есть видео. Это я делала нутовые такие булочки. Нутовые булочки такие. Да-да-да, нутовые. Мы их любим вместо хлебушка кушать. Наши булочки готовы. Сейчас улетаю в духовочку. Я под видео оставлю вам ссылочки на нутовые булочки. Готовьте. Очень вкусно получается. А это экспериментируем. Сделали палочки такие к супчику будут. Так, все. Запрыгиваем в духовочку. Хлебушек готов. Достаю. Чуть не пропустила этот момент, когда достать. Вот такой вот красивый хлебушек. И сейчас на решеточку поставлю остывать. Ммм, как аппетитненько. И вот эти палочки, смотрите, да, какие получились. Ой, тоже такие воздушные. Класс. Вкусно. В летний период времени я обожаю запекать овощи на гриле. Я вот режу крупными кусочками. Сейчас вот на пергамент лучок, кабачок. Тут у меня помидорки, перчик. Разный, красный, зеленый, синенькие. И все запеку. Вот так вот все овощи я нарезала. И сейчас в духовочку на гриль запекаться. Где-то ставлю на 230 градусов. Овощи запеклись. Даже чуть не сгорели вот помидорки. Но все нормально. Я люблю, когда они так хорошо поджарятся. Остывают и почищу. Все я нарезала вот так вот меленько, кубичками. Потерла сюда чеснок. И нарезала кинзу. Тоже вот сюда добавляю кинзу. Немножко посолила. Можно добавить оливковое масло, но я больше ничего не добавляю. Вот так вот все перемешиваю. И получится очень-очень вкусненько. Сегодня гуляла по центру и зашла в магазинчик. Такой вот разной полезной еды. Здесь очень много разного веганского, разных витамин, разной муки. В общем, очень-очень много всего. Все такое, как я люблю. Я очень рада, что мне встретился этот магазинчик. Сейчас покажу, что же я купила в этом классном магазинчике. Боялась много всего накупить, но, конечно, немножко всяких нужностей приобрела. Так, первое, что я купила, вот такой вот гороховый протеин. Буду добавлять в смузи. Рис. Вот такой вот бурый рис, не шлифованный. Он считается лучше для здоровья. Кокосовая мука. Тоже добавляю ее в тесто, как составляющие. Мне нравится мелкого помола. Тофу. Органический такой вот. Так, конечно же, я купила зеленую чечевицу. Кто смотрел, у меня на канале есть вкусные котлетки из зеленой чечевицы. Очень вам рекомендуем. Но я хочу записать видео фаршированных кабачков обязательно. Так, еще купила вот такую арахисовую пасту. Этой фирмы мы уже брали в Бухаресте. Мне она нравится. Мы мажем на блинчики. Очень вкусно. С финиковым сиропом. Получается, как шоколад. Вот такой вот финиковый сироп взяла. Так, еще Тарасик у меня делает морковку по-корейски. И я взяла им еще кориандр в зернах. У нас есть и порошочек кориандр, как специя. Но взяла вот еще такое. Также взяла ригисовую муку. Взяла вот такие вот специи. Супчик врагу. Овощные. Мне они тоже уже нравятся. Я уже не раз их покупала. Здесь разные овощи сушеные. И, конечно же, куда без зеленой гречки. Я взяла на пробу разный. Вот такую я уже точно брала. Она хорошая. И взяла немножко она дешевле. Плохо видно, но тоже вот она зеленая. В магазине все недешево стоит. Но, конечно, все очень классное. Мне очень все нравится. Обязательно буду еще заходить в этот магазинчик. И иногда что-то покупать полезного и вкусного. Мы тут идем с Тарасиком с пробежки. И что вы думаете? Мы купили клубнику. Зашли в Кауфланд. И решили купить клубничку. В общем, это только мы так умеем. Еще Тарас вот везет два пакета зелени. Такую свежую зелень привезли. Поэтому мы тут затарились немножко. Ой, Тарас полетел. Смотрите, как быстро. Вольно быстро. Главное, чтобы пакеты не разорвались. А то у нас своих сумок не было. И мы взяли кауфландовские бумажные пакеты. А клубничку, знаете, смотрите. Она цветет. И там должна быть клубничка. Поэтому, надеемся, у нас вырастет на балкончике. Так классно сотрится. Свежий воздух. И мой гоночный. Тут поезд ездит. Поезд как раз. Поезд. Тарасюнчик мой гонит, гонит. Тут горки нет, не сильно быстро, да? А у нас еще пакетики вышли. Всем привет. Всем приветик. Мы сегодня пришли в Юлиус погулять с Тарасиком. И хотим что-то пойти покушать. Вернее, не что-то, а пойдем, наверное, в суши. Да, Тарасик? Да. В суши пойдем. Нам что-то хочется вкусненького. Раньше мы ходили в Парк Лейк, а сейчас в Юлиус. Нам здесь очень нравится. Красиво. Уютно. Ну, суши находятся не в Юлиусе. А, да. Суши находятся не в Юлиусе. А тут вот на территории, где бизнес-центры. Снизу бизнес-центры спали. Да, да. На первом этаже. Да. Мы сейчас поднимаемся и пойдем. А потом погуляем по Юлиусу, да? Здесь много рыбок, да, Тарасик? Да. Смотрим. А еще мы увидели... О, вон цветочек. Ага. Вот тут рыбки плавают. А вот там цветочка. А еще видели, смотрите... Вот тут даже несколько. Лилия. Это, наверное, лилия морская. Ой, наверное, речная, да? Речная. И озерная. Озерная, да. Вот такие цветы красивые. И рыбешки. Здесь, наверное, и кормят, да, Тарасик? Как ты думаешь, что они подплывают? Мостик. Мы любим здесь... Там прям как будто мини-островок лиги. Ага. Вот там вот немножко подпадут. Если кто знает, какие это растения, напишите в комментариях. Да, напишите нам название, как называется. Возможно, вы знаете, а то мы вообще не знаем. Да, потому что мы особенно в водных этих растениях не разбираемся. Ага, да. Ой, здесь все красиво. Все цветет, пахнет. Балдеж. Мы зашли тут в Эвчендем. Мне все нравится вот это платье такое. Тебе как, Тарас? Ну, прикольное такое, но такое свое. Не мой стиль, да? Я такое длинное не ношу обычно. Вот такое. Ой. Но оно такое прикольненькое. Хорошенькое. Цена его 849 гривен. Расцветка интересная. В Юлиусе мы уже не первый раз попадаем. Замечали вот по пятницам. Проходят такие мини-выставки, ярмарки. Где много разных антиквариатов, разных изделий, старинных изделий, разных украшений. В общем, есть что посмотреть. Много натуральных камней. Если вы знаете, Тарасик коллекционирует. Он очень любит все рассматривать. Также и я, конечно же. Разные украшения из натуральных камушков. Ну, в общем, прям очень-очень много всего. Мы никогда не проходим мимо. Все рассматриваем, спрашиваем, что, почем. Чтобы на всякий случай знать, если вдруг пригодится. Бывает кому-то на подарок. Или сами захотим себе приобрести. Смотрите, какой молодой музыкант. Тарасик с раннего детства очень любит музыку. Он даже в садике ходил на дополнительные уроки музыки и мечтал научиться играть на пианино. Когда он видит пианино, у него прям как-то само собой получается, как будто он всегда играл и занимался музыкой. Я считаю, что это у него такой талант. Если его развивать, то у него обязательно все получится. В Юлиусе очень классно, что вот ей стоит пианино, и каждый может поиграть. То есть, профессионал ты или не профессионал, но можно даже вот попробовать. Мы на рынке, и посмотрите, какую красоту купили. Поставим вазочку. И вот так вот, суббота, рынок, столько людей. Мы немножко скупились тут. Несем. Папа наш уже пошел вперед, относить сумки. Здесь много вот всего продают. Помидорки. Очень-очень много всего. По 4-7 лей помидорки. Немножко покажу, что продают. Паприкосы, слива. По 10 лей. Грушка по 15. Спасибо. Спасибо. Много. Много разного всего. А черники сейчас прям очень много. По 15 лей. Абрикоски, ежевики. Мы сейчас идем, хотим купить пепена. Тарасика, где мы покупали? Не здесь. Смотри, какая хорошая. Купили дыньки. Красивые такие. Встретили тех, что мы обычно покупаем. Вот такие вот. Ой, такие классные. Но уйти не могу. Ждем нашего папу. Вот он идет. Поможет нам. И подсолнух. Просто вообще. Как он пахнет, да, Тарас? Так пахнет очень классно. Вот такая вот сумочка. И вы поняли, чья это сумочка. Вот этого вот товарища. Боксюня. Жарко же в ней сидеть. Боксюнечка. Жарко, Боксюня. Чего ты туда залез? Боксюнчик. Волазь, Боксюнчик. Давай, волази. 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 Волазь. Волазь оттуда. Жарко. Жарко. Вот так вот. Не хочет вылазить. Боксюн. Тебе там нравится, Боксюн? Боксюн, а тебе там хорошо, да? Вот такой вот. Мурзилка. Мурзилка! Ты что там сидишь? На этом наше видео буду заканчивать. Всем пока. Ставьте лайки. Если чем-то наше видео было вам полезно, интересно. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас много ждет всего интересного. Много разных моих рецептиков. Всем пока-пока.